Представлю гостя в нашей московской студии. Сегодня в эфире принимает участие руководитель Центра международной журналистики и исследований МИА «Россия сегодня», кандидат исторических наук, политолог Вероника Юрьевна Крашенинникова. Добрый день! Добрый день, Санкт-Петербург. Рада быть с вами. Мы тоже рады вас приветствовать. А вы, как полагаете, Холодная война уже идёт? Ну, вы в самом начале роман сказали, да, она идёт в той степени, в которой она когда-либо заканчивалась. Ну, давайте обсудим кратенько, что такое Холодная война. Холодная война – это противостояние двух держав. И сегодня, конечно же, противостояние наблюдается. Во время Холодной войны, ну, предыдущего периода противостояния с Советским Союзом, шло постоянное балансирование. Но это балансирование шло на грани применения часто оружия и очень мощного оружия. Этого не случилось. Сегодня балансирование также идёт, но мы балансируем в мирном поле. То есть, всё-таки, это в основном война экономическая? Безусловно. Мы говорим об экономических мерах. И здесь коллективный Запад, конечно же, использует, пытается, по крайней мере, использовать все инструменты, которые есть в его распоряжении. Вот. Должна сказать, что мы в МИА России сегодня, ещё в мае начали рассматривать возможность снижения, искусственного снижения цен на нефть. Ну, и действительно, что-то подобное происходит. Конечно же, цены на нефть формируются в результате очень многих факторов. И одного желания Соединённых Штатов часто недостаточно. И сегодня мы наблюдаем достаточно, довольно сложный процесс. Так что противостояние разворачивается, да, в экономической сфере. Холодная война, ту, которую мы знали, была характерна опосредованными конфликтами. Это и Афганистан, и Ангола, и Монзамбик, и многие государства. Да, ведь совершенно верно. В Латинской Центральной Америке. Смотрите, давайте мы чуть... А сегодня Украина. Да, мы чуть позже вернёмся к этому. А сегодня Украина, посмотрите, насколько ближе к нашим границам. Просто понимаете, ведь когда есть декларированное противостояние такого уровня, оно может выйти в вооружённый конфликт на территории третьей страны. Вот в чём штука. И мы знаем, что действительно и во Вьетнаме, и в Афганистане происходили фактические столкновения американцев и тогда советских войск. Если можно, одну только фразу. Я всё-таки хочу спросить. Вы не верите словам Джона Керри, который совсем недавно сказал, но Запад не должен вступать в конфронтацию с Россией? А потом он добавил, если Россия будет выполнять такие-то условия. Конечно же, Россию пытаются затянуть, заставить делать то, что им было бы нужно. Спасибо. И, конечно, просто так от России не отстанут. Вероника Юрьевна, объясните мне так, зачем Запад может играть в эту игру, если главный конкурент Америки на сегодняшний день и так Китай? Эксперты говорят, что именно китайская экономика наступает на пятки и может обойти Америку через несколько лет. Действительно, в этой истории Китай станет ещё сильнее? Ну, наш бельгийский друг прав. Действительно, вот этот шторм разворачивается на политическом уровне. А бизнес-то, конечно, не заинтересован в таких штормах. И европейские компании по-прежнему хотели бы успешно торговать с Россией, как они делали это на протяжении 20 с лишним лет. Но с точки зрения Вашингтона, что-то тут русские с европейцами слишком хорошо торгуют между собой. И своими санкциями, политическим давлением они пытаются ударить по России, но также и по Европе. И действительно, многие европейские компании, мы видим, что творится в сельском хозяйстве, в той же Польше, в других европейских странах. И, конечно же, рынки на опустившие места будут приходить другие компании, компания из других регионов, в том числе и из Китая. Да, это побочный эффект с точки зрения Вашингтона, но они параллельно будут нагнетать политическое давление и на Китай тоже. И вот тот самый разворот в Азию, который анонсирует регулярно Барак Обама, собственно, и ставит целью каким-то образом изолировать еще и Китай. Транс-Тихоокеанское партнерство, которое президент Обама продвигал, в частности, на саммите АТЭС, это лишь очередная американская уловка для того, чтобы изолировать Китай и объединить все страны региона против Китая. Ну, сложно изолировать такие державы, как Россия или Китай. Тем не менее, в Вашингтоне пытаются это сделать. Вероника Юрьевна, объясните, хорошо, Америка, а мы все-таки здесь, в России, последние годы вели разговоры про безвизовый режим с Европой. Все-таки еще после Петра Великого мы все время ощущали себя частью Европы и стремились туда. И, ну, Америка далека, вот Европа рядом. Я, конечно, понимаю, что вступить в Евросоюз России было бы смешно, но неужели этот ориентир на сегодня уйдет? Мы не только стремились в Европу, мы есть Европа. И, безусловно, большая часть российской культуры находится, была под влияемой, формировалась вместе с европейской культурой. И в этом тоже наша сила. Наша сила в том, что мы и Европа, и Азия. И это нам дает уникальную возможность использовать силу обеих культур и обоих континентов. Что касается виз, безвизовое пространство не случилось бы. Я не могу себе представить тех политических обстоятельств, в которых бы это реализовалось. В свое время турки тоже ждали вступления в Европейский Союз лет 15, но это было совершенно невообразимо. Так что есть некие политические уллюзии. Значит, не значит, что не нужно вести разговоры о безвизовом пространстве. Но вступление России на государство, которое вообще-то до Владивостока простирается в Европейский Союз, настолько изменит политическую сущность Европы, что к этому и европейцы сами и не готовы. А, Вероника Юрьевна, пожалуйста, да. Одну реплику. Я согласна с коллегами. Ну, Россия, это называется рыночная экономика, но на самом деле это капиталистическая система, и в рамках капиталистической системы существует конкуренция. То есть противостояние разворачивается также и в этом плане, в плане капиталистической конкуренции, конкуренции за рынки, за прибыли, за доступ к природным ресурсам. Ну, и плюс на культурном уровне, как говорил, как говорит Юрий Поляков, конечно же, цивилизационное противостояние также разворачивается. А все-таки, я хочу напомнить, сегодня мир, где существует ядерное оружие и сопоставимый потенциал у России и Америки. Если, Вероника Юрьевна, если можно, а разве вот наличие этих ядерных кнопок, ну так, по гамбургскому счету, не защищает нас от реальной войны? Ну, все же понимают, это война одного дня. Ну, наличие ядерного оружия, конечно же, по-прежнему защищает нас очень серьезным образом. Другое дело, что Соединенные Штаты все это время выстраивали традиционное вооружение и имеют существенное преимущество в этом отношении. Ядерное оружие – это оружие не сдерживание, а им, так сказать, не воюют. Ну, и наша потенциальная сила, тут все-таки надо к основанию, к фундаменту обращаться, должна быть, конечно же, в российской внутренней экономике. И здесь опять можно согласиться с Йоханом. Мы обязаны, вот просто обязаны прямо сейчас очень интенсивно этим заниматься. Понимаете, уже и жареный петух клюнул, уже и гром прокремел. Ну, так что, если сейчас срочно не возьмемся за свою экономику, тогда грош нам цена, тогда мы проиграем по своей собственной вине. Не по вине там какой-то Америки и каких-то наших врагов, которые имеются. Кстати, некоторые политики, я не буду называть фамилии, они не раз говорили, если что, у нас псковская дивизия действительно за какие-нибудь три часа. Ну вот, пугаем, получаем ответ. Ну да, в феврале 1990 года госсекретарь Бейкер обещал президенту Горбачеву, что при воссоединении Германии НАТО не продвинется на восток, цитата, не на дюйм. Тогда было 16 государств-членов НАТО, а теперь 28, и базы по всему периметру России. Ну, наверное, не столь символическим образом, а действительно играют очень серьезную военно-политическую роль. Ну, кроме того, смотрите, те страны, которые по объективным условиям не могут становиться официальными членами НАТО, я имею в виду Украину, Молдову и Грузию, поскольку у них есть неурегулированные границы, делают практически все, что делают члены НАТО. Ну и вот такие неофиты, извините, просто из штанов выпрыгивают для того, чтобы угодить своим новым хозяевам. Грузия дошла недавно, вот в сентябре, до того, что готова предоставить в свою территорию военные базы для боевой подготовки так называемых сирийских, умеренных сирийских боевиков, которые воюют против правительства Башара Асада. Вообще-то говоря, на Ближнем Востоке у Соединенных Штатов очень много союзников. Можно было заниматься боевой подготовкой этих террористов, хоть в Саудовской Аравии, Катар, Бахрейна, Ярдане, Эмираты, где угодно, но оказывается, нужно это делать в Грузии. Наверное, при таком решении учитывается опыт подготовки действительно террористов в Панкийском ущелье. Ну, вот это тоже деятельность НАТО. Насколько она символическая, я думаю, что цель здесь действительно создать вполне реальную угрозу. И вот эти государства, Прибалтика, Украина, Грузия, цены для Вашингтона именно в качестве плацдарма для проецирования военной угрозы на Россию. Другого смысла у них нет. И почему Вашингтон объявляет там ту же Грузию и тут же Кавказ зоной своих стратегических интересов? И Украину тоже, и Молдову тоже. Они не игнорируют, не пренебрегают даже такими маленькими государствами. Вот у России так не должно никаких быть интересов на территории своих соседей, а вот у Вашингтона так могут быть. То есть есть все-таки и другая точка зрения? Абсолютно есть, абсолютно есть. Роман, да, Роман, если позволите, добавлю. Давайте. Вот в той же Германии 70-80% немцев постоянно выступают против участия страны в американских войнах, против агрессивной политики НАТО, против тесного взаимодействия национальных спецслужб с тем же Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов. Но истаблишмент, политическое руководство ведет совершенно другую линию. А это да, но это те люди, за кого проголосовала Германия на выборах все-таки. У нас это было, у нас это было в 90-е годы, когда вся страна была против такой политики, а тем не менее выступают. Смотрите, совсем коротко, Вероника Юрьевна, ваше резюме я приведу вам такие слова нашего министра иностранных, Дела Лаврова. Я не склонен делать прогнозы о наступлении новой гонки вооружений. Мы точно в этом участвовать не будем. Не будем? Не будем. Не будем. И, конечно же, мы отнюдь не заинтересованы в том, чтобы разразилась горячая война. Серьезно, война никому не нужна. Война не нужна ни бельгийцам, ни европейцам, ни даже американскому народу. Да, война может быть нужна политическим кругам и военно-промышленному комплексу в Соединенных Штатах, безусловно. Кстати говоря, да, Обама обещал сокращение и контингентов, но первое, что он сделал, это оправил дополнительные 30 тысяч. Вот о таких противоречиях, конечно, мы должны говорить в эфире. Спасибо огромное, Вероника Юрьевна. Заканчивается время. Очень рад, что вы сегодня были в нашей московской студии. Спасибо.